Добрый вечер, друзья мои. По-настоящему интересного человека всегда хочется пригласить в студию по любому поводу. И сегодняшний наш гость уже был когда-то в хард-токе, но я думаю, что вам, как и мне, будет его сегодня приятно видеть во второй раз. У нас в гостях известный художник Александр Троев. Известный украинский художник. Один из основателей украинского постмодернизма. Закончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Возглавлял Центр современного искусства Сороса в Одессе. Был президентом Ассоциации «Новое искусство», а также региональным координатором фестиваля «Культурные герои». Работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Активный участник Евромайдана. Резко критикует агрессию России против нашей страны. В фейсбуке иногда пишет с легким одесским акцентом. Его картину «Прощай, Караваджо» отдали с молотка на лондонском аукционе «Филлипс» за 97 тысяч долларов. За что автор получил звание самого дорогого художника. Член национального общества художников Украины. Считает, что в искусстве всегда был ориентир на конъюнктуру. Александр Ройтбурд. В программе Натальи Влащенко «Люди». Здравствуйте. Саш, ну вот, знаете, я наш разговор решила вот с чего начать. Недавно, буквально три дня назад, в фейсбуке состоялась колоссальная дискуссия с участием очень интересных и известных людей, которые были просто искренне возмущены. Они говорили, Карагутский и Ройтбурд – это насмешка над демократическим процессом выборов. Они делают все для того, чтобы опошлить, опустить в глазах людей сам процесс демократических выборов. И это, конечно, свинство большое с их стороны. Я пробовала дискутировать, но никто даже слушать ничего не хотел вот из этих разгневанных граждан, потому что они говорили, слушайте, ну тогда можно обвинить Салтыкова Щедрина в том, что он старался опустить Российскую империю, да, Влатова, который тоже старался. Ну, такие люди всегда должны быть в системе для того, чтобы она была здоровой вообще, в принципе. Ну, вы знаете, дебилов всегда хватает, с одной стороны. С другой стороны, невозможно опустить и опошлить нашу избирательную систему больше, чем она сама собой это сделала. Ну, я там в своей виртуальной как бы, избирательной как бы, компании как бы раздаю людям виски по 3,62, текилу по 4,12, вот, хамон докторский по 2,20. Ну, если бы в реальности не было гречки, то эти шутки были бы абсолютно непонятны. А если бы, я не читал в том же Фейсбуке несколько разных людей в разных городах и в разных концах Киева, допустим, говорят, что вот у нас стоят две уже детские площадки, и рядом строится третья, это уже какая-то педофилия, да. Настолько шаблонные, тупые, избирательные, бессовестные приемы. Их применяют все, и применять их можно. А издеваться над этим нельзя. Насмешка – это строить детскую площадку за две недели до выборов, а не смеяться. И надо там табличку цеплять, что к этому удивительному, в общем-то, действу причастен депутат такой-то. Депутат Пупкин, да, конечно. То есть, я действительно еще пошла и в связи. А Саша, а какая у вас задача? Вот какая задача у Карагутского приблизительно, знаю, а у вас? У меня нет задачи. Это просто вот такая жизнь и развлечение. В ФСБ у меня вообще это не работа, это развлечение. Нет, то, что вы баллотируетесь, то, что вы так объебили, как бы, то, что вы баллотируетесь. Никаких социальных задач вы перед собой не ставите. Это просто вот прикум. А зачем мне социальные задачи? Ну, мало ли. Ну, вот Гарик ставит перед собой социальные задачи. Ну, молодец. Ну, если это социальная задача, то, может быть, в качестве развлечения, да, почему бы ее не довести до абсурда. Просто смех же такой инструментарий очень действенный, надо сказать. Знаете, у меня есть один знакомый художник, который там младше меня лет на 20, на 30 даже. Вот. И он как-то сказал об одной девушке, вот она какая, вот она появилась с другим, а я ей уже Порш Каен подарил. То есть, как бы, вот, некое такое перформативное высказывание. Я подарил ей Порш Каен. Понятно, что сам он едет на маршрутке, как бы, не ездить на маршрутке, Порш Каена у него нет. Но, как бы, он ей уже его подарил. Вот я уже, вот, стал мэром. Выигрываю, по-моему, я уже выиграл избирательную кампанию. И в Киеве, и в Одессе. Ну, не знаю, как в Киеве, кто выиграл. Наверное, все-таки Гарик мой серьезный конкурент, это правда. Других конкурентов у меня нет. А кроме того, меня уже пригласили быть мэром Львова, Харькова, Днепропетровска, Запорожья и Житомира. Вот еще немножко я могу стать мэром всей Украины. Ну, мэром побратимым. Мы, мэром, побратимым согласен, да. Это же какой простор для коррупции, вы знаете, я научусь брать откаты. Я научусь участвовать в распилах. Я уже вот дожил до... Ну, хоть чем-то серьезно займетесь вообще во второй половине жизни. Да, никогда не участвовал в системе коррупции. Это неправильно. Я считаю, что в жизни человек должен все попробовать. Ну, как-то с горечью говорите вы это, я чувствую, что никогда не участвовал. Ну, конечно, жаль. Вот люди... Вот я когда купил в Одессе студию, квартиру, достаточно такая презентабельная, палаццо такое получилось по итогам ремонта, зашел ко мне старый друг и сказал, что он впервые видит такую квартиру, которая построена не на украденные деньги. Вот. Вот. И я подумал, смысл был всю жизнь вот изводить тонны холста и краски, когда можно было просто участвовать в системе коррупции. Это, по-моему, очень приятный способ зарабатывания. Откат. Вы никогда не брали большой откат. Я и маленьких никогда не брала. Вот я тоже. И тоже говорю об этом с горечью. Я тоже, да. Вот я не уверена, что я делала правильно. Вот вам бы дали какой-то бюджет, там, 600 миллионов на строительство моста, из них бы 400 украли. Это 200 построили мост. Правильно? Это быстро, не больно. Да. И это многое в жизни упрощает. Конечно. Как бы не болит голова, на что жить в следующий месяц. Не надо делать того, чего не хочется, когда не хочется. Саша, а то, что вы, я понимаю, всякие художественные акции, это страшно приятно. А то, что вы появляетесь представителем власти, то, что вы явно в приятельских отношениях с Боровиком, то, что вы находитесь где-то рядом с этой командой. А я симпатизирую Боровику. А вот делали художественные. Вы знаете, во многих странах художественная интеллигенция – это вообще тенденция, так сказать, начала века. Все стараются, все понимают, что если где-то рядом с властью быть, это всегда, ну, ты не проиграешь. А вот сколько в этом вкуса хорошего, быть рядом с властью? А вы знаете, быть рядом с Сашей Боровиком – это совершенно другое, чем быть рядом с властью. Это человек совершенно другой политической культуры, совершенно другой жизненной философии, чем наша власть, совершенно другой системой ценностей, чем наша власть. Это человек мира. Это человек, который не знаю, вот хорошо это или плохо, он даже не знает, как устроена вот эта вот наша коррупционная украинская система. Может, он догадывается, но какие-то вещи для него открыть. Если к власти придет этот человек, то, может быть, какие-то вещи он сможет зачистить, такие, которые никто из так или иначе интегрированных в эту систему, на них даже не покусится. Можно ли зачистить какие-то вещи в системе, если ты не понимаешь, как устроена система? Я думаю, что разберется. Понимаете, тут еще одно. Он несколько лет получал зарплату полмиллиона долларов официально. Да, он рассказывал об этом уже. Вот у него есть накопления какие-то. Он не связан с тем, что вот приходит чиновник на должность мэра и окладывал ему порядка 200 долларов. Понятно, что это смешно. Понятно, что от 200 до 300 долларов получают у нас депутаты Верховной Рады и министры. Саша, ну есть же такая мифология, извините, что я перебиваю, что Одесса – это особый город. Что там какие-то явления, они там корнями проросли уже, знаете, в центре земли. Что чужакам там не место. Грузия, знаете, какая была особая страна? А насчет чужаков этот город был построен чужаками, экспатами. Ришелье или Дерибас, они не родились в Одессе. Этот город сделали иностранцы. Включая там даже граф Воронцов, который по-русски говорил хуже, чем по-английски. Ну, Саша, это все правильно. Это исторические премьеры. Но это такая, вот сегодня это звучит как такая некая литературщина. Скажите, кто за последние 20 лет приехал в Одессу и смог туда интегрироваться для того, чтобы быть там значимым лицом? Ну, смотрите, там этот Костаси, он же тоже откуда-то с Сахалина. А Горбитс тоже не одессит. У него бабушка жила в Одессе. Ну, и у Борбика бабушка жила в Одессе. Коты надо это все абсолютизировать. К тому же, Одесса даже за последние 15 лет, когда я там не жил, настолько измену, что я не узнаю, ну, улицу узнаю, а какие-то общественные, социальные реакции не узнаю. Куда-то исчезла, ну, по крайней мере, очень трансформировалась легкость отношения к жизни, мудрая ирония. Ну, как по мне, сильно понизился IQ города, креативный потенциал. Я надеюсь, это временно, и, надеюсь, это связано с тем, что часть функций города утрачена. Ну, вот была Российская империя, был в ней город Таганрог. Да, главные морские ворота России были. Потом основали город Одессу, и Таганрог превратился в уездной городешкой. Да, вот с дезинтеграцией Советской империи Одесса в многом утратила свое значение, как хаба. Какие-то шаги для того, чтобы чем-то это компенсировать, предприняты не были. Город стремительно утрачивает функцию. Ну, все-таки большой Ялтой Одесса не сможет стать. Ну, если для того, чтобы это стало, чтобы она стала даже какой-то там ницей, да, нужны такие инвестиции больше, чем промышленности. Нужно убирать целые районы, выносить там остатки промышленности туда, где сейчас сельскохозяйственные земли, разрешается там и горный бизнес, строить концертные залы, музеи какие-то, для того, чтобы приезжали не отдыхающие, которые рассчитывают в супермаркете купить полуторитровую бутылку пива, и этим обеспечить себе отличное времяпрепровождение. А нужно, чтобы это был город, который предлагает некую культурную составляющую, которой вот даже недели не хватит, чтобы обойти какие-то все объекты такого high-level entertainment. Саша, но ведь менталитет, неважно, человека или города, это такая штука, которую вы в результате инвестиций не создадите в короткое время. Он намывается временем, если так можно выразиться. Сейчас он вымывается, поэтому эти процессы нужно как-то приостанавливать, компенсировать, разворачивать вспять, как в Советском Союзе партия и правительство хотели сибирские реки вспять развернуть. Вот то же самое для Одессы единственное спасение – это развернуть вспять энтропию. Вот нет для вас ощущения, если вернуться к привычной теме с вами, к искусству, что сегодня хуже всего молодым. Сегодня получилась такая ситуация, что у нас есть официальное так называемое искусство, в чём оно… Есть, Диана. Вот эта вот особенность, которая возникла в последние два года, которая там граничит с пропагандой, да? Вчера, говорит, какой-то указ… То есть есть официальная среда для искусства, альбомы там по Майдану, там ещё что-то, ещё что-то. А есть… Это официальное искусство прикармливает там молодых художников. Оно говорит, вот кто с нами, да, вот того есть перспектива. А среди… Вот как ни странно, среди молодых художников, которые считаются прогрессивными, очень развиты способности к конъюнктуре. Для меня это было открытием, вот, ну, я уже с этим смирился. Бывает. Вот эти процессы, они не кажутся ли вам опасными? Потому что кто там… Потому что очень активно, например, администрация президента постоянно, ну, вот, контактирует с людьми, которые там являются, там, известными блогерами, которые являются известными журналистами… Я уже был несколько раз… …художниками, да, да, да. Насколько вот… Вот это вот вечный вопрос, художники-власть, насколько… Ну, знаете, возможно, это у меня вечное заглуждение. Мне кажется, что человек, который занимается искусством, или литературой, или ещё чем-то, он должен быть равноудалён. Для него вообще должно быть неинтересно ходить в администрацию президента. Нет, 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 я не согласен, я думаю, что если есть шанс высказать свою точку зрения в этих сценах, значит, надо этим пользоваться, потому что там должен звучать голос разума. Я надеюсь, что я таковым отчасти являюсь. А вы думаете, что власть контактирует с известными людьми и с любимыми народом, людьми, с популярными народами, видимо, для того, чтобы услышать их точку зрения… А это их проблемы, ничего? Или для того, чтобы купить их… Ну, мою лояльность, ну, как они могут? Чем они могут купить мою лояльность? Я не лояльный, мне не лояльный. Чем что они внимательны, готовы вас слушать? Это же подкупает. Ну, Саша, на чем вы лукавите? У меня нет иллюзий. У меня нет иллюзий. Разве не подкупай, когда топ-менеджер, управленцы, главное государство готовы с вами поговорить? Вам неприятно это? Смотря о чем и смотря какой результат. Мне пить это перед высокими должностями. Я видел людей, которые сидят в высоких кабинетах. У меня нет иллюзий относительно их уровня развития. Но сейчас еще более-менее. А у вас есть иллюзия, что эти разговоры что-то меняют? Ну, что-то да. Я думаю, что то, что вообще ставятся вопросы, в обсуждении которых я участвую, это уже много. Хотя, конечно, маразма хватает. То, что сегодня происходит в культуре. Ну, вечный сакраментальный вопрос Министерства культуры. Мы с вами когда-то, когда уже встречались один раз, мы рассуждали теоретически на тему надо, не надо, зачем, кому это нужно и так далее. Вот сейчас там прошел год с тех пор, как Слава Кириленко, Вячеслав Кириленко, извините, стал министром культуры. Как вы считаете, как эта украинская культура почувствовала работу этого министерства? Ну, знаете, вот какое там... Я уже выступаю в таком антикириленковском амплуа. На самом деле, как бы я ни разу в жизни с этим человеком слова не сказал. Я его впервые увидел этим летом в коридоре Одесского театра музыкальной комедии, когда был фестиваль «Вики Тегибка». Вот. Я иду смотрю... А это кинофестиваль имеется в виду? Да, да. А почему он фестиваль «Вики Тегибка»? Ну, который организовывается. Ну, это душа этого фестиваля. Вот. На встречу мне идет человек, лицо знакомое, потом я думаю о машинальной здоровости, понимаю, что это был Кириленко. Все. У меня с ним ничего не связано. Вот. И нет у меня... Тем легче мы будем, тем легче. Нет, у меня к нему никакой личной неприязни не испытывала. Я просто вижу, что все, что делается в рамках Минкульта, это в основном бессмысленно. И это не то, что нужно сегодня украинской культуре, государству, тому, каким бы я хотел его видеть. Ну, я был бы рад, если бы вдруг чудесным образом что-то изменилось. Я думаю, что оно не изменится, потому что этот человек вряд ли понимает вызовы времени. Он мыслит совершенно в другой системе координат, которую пора похоронить, эту систему координат, в которой он мыслит. Все, к сожалению, это так. Вот видите, мы как бы закольцовываемся, возвращаемся к этой теме, с которой мы начали, что всем должны заниматься профессионалы. Все-таки дирижировать там должен Гергиев, например, да? Он же вата. Ну, вата. Ну, я говорю, дирижировать. Не строить государственную идеологию, а быть дирижером. Все равно вата. Фу. Естественно. Ну, фу, конечно. Конечно, неприятно. Конечно, мне было тоже очень неприятно, когда я узнала о высказываниях. Гергиев, кстати, меня не разочаровал в этом смысле, потому что я как-то так о нем и думала. Но когда я узнала, что Владимир Спиваков вата, вот это я считала разумным, замечательным человеком, интеллектуалом. Ну, как вам сказать, знаете, это специфика вообще русской культуры, в которой народу нужен царь, а в котором художник должен быть придворным. Вот, кстати, о васе. Они там получают свой театр, они получают возможность, доступ к государственному бюджету. А украинская интеллигенция даже доступа к бюджету не получает. А вот царя нет. Вы считаете, прошу, он царем? Да нет, я не считаю его царем. Вы что его менеджер? Ну, они все управленцы, к сожалению, не очень эффективны пока что на сегодняшний день. Хорошо. Вот феномен Светлана Алексеевича, да, который... Это я с вами опять же продолжаю уже говорить об искусстве. Ничего особенного в последние 20 лет не происходит, да, ни в искусстве, ни в литературе, ни в музыке. В музыке с Бетлами все закончилось на самом деле. Ну, никаких таких особых... Ну, верно, раз вы говорите, значит, закончилось. А может быть и нет. Может быть и нет. Но ничего нового по-настоящему, да, вот никакой революции не произошло. Ну, разве не произошло хорошо? Не кажется... Я не думаю, что в Бетлами все закончилось. Да? А что? Неважно, я не эксперт в музыке. Понятно. Но я не думаю, что все закончилось. Не кажется ли вам, что вот то, что она получила Нобелевскую премию, фактически, ну, за действительно такую очень мощную гуманитарную составляющую своих книг, что это сегодня важнее для мира, чем, скажем, эстетическая составляющая, чего бы то ни было? Ну, вы знаете... В данном случае, собственно, литература. Нобелевская премия всегда была странной. Кто-то сказал из моих там фейсбук-друзей, что он абсолютно равнодушен к прозе Алексеевич, но то, что Нобелевскую премию опять дают за русофобию, это приятно. Это из россиянского. Да, это очередной плевок в лицо вот этого монстра, туловище которого там из Кремля щупальцами расползается на эту огромную территорию. Ну, циркозолный мир опять дал понять, что это уродливое образование, оно находится по другую сторону добра и зла. Это приятно. Реакция мира на путинскую Россию. Что, ну, вот, знаете, когда речь о дорегуляции в бизнесе государства, там все понятно. Ну, его функции, назначения и так далее. Когда я ищу об искусстве, вообще не очень ясно. Я вот недавно узнала с большим удивлением, что за последние 20 лет Госкино и комиссия по мрали было запрещено полторы тысячи фильмов показов в Украине. Ну, то есть я не думала, что цифра такая огромная. А что за фильмы? Ну, это были разные фильмы, о которых мы и не узнали, возможно. Нет, часть фильмов, часть фильмов, это за последние полтора года, это, которые там российские фильмы по идеологическим соображениям, там все ясно, там вопросов нет. Ну, есть же еще фильмы, которые там считают порнографией, которые там считают еще чем-то. И вот есть какие-то некие люди, которые там запрещают. Мы даже не знаем, что до нашего сведения не доводит. Как вы считаете, как государство должно регулировать эти процессы? Я не знаю, как государство должно реагировать эти процессы. Я думаю, что какие-то вещи, если и запрещать, и можно, то только в судебном порядке. Если есть прямое нарушение закона о порнографии, например. А не личные вкусы каких-то пенсионного возраста эксперт. Ну, вы, наверное, помните, как выставка, которую курировал Дорошенко, там год назад в шоколадном доме, тоже была запрещена, тоже как раз с той же формулировкой. Дело в том, что, ну, что касается прямой пропаганды, да, в условиях войны, нужна была цензура, и надо называть вещи своими именами. Да, это военная цензура. А это пропаганда противника. Ну, у нас же АТО, у нас отношения с Россией даже не понижены до консульского уровня, у нас послы есть. Правильно? Полноценные дипломатические отношения. У нас бизнес есть с Россией. Да, у меня нет, но у некоторых там... Вот я слышал, у президента есть какой-то бизнес в России. Вот. А у меня я покупаю российские краски. А я к ним привык. Вот. Никакие... Никакие другие не чувствую так, как питерские. Ну, гребцы. Ты не в силах от них отказался? Нет, не буду отказаться. Я даже от каких-то российских диабетических конфет отказался. У меня не для сахара, а украинский ассортимент очень беден. А вот открашивать не надо. Ну, вот, с вашей точки зрения, какой должен быть структурой процесс отказа? Что сначала? Вы должны от красок отказаться? Лорак или там Вера Брежнева ездить в Москву и петь песни? Или, допустим, мы должны прекратить дипломатические отношения? Или, скажем, мы должны прекратить бизнес и активную торговлю с Россией? Ну, знаете, когда эта страна посылает сюда вооруженных людей убивать наших сограждан, то делать вид, что всё нормально, это не совсем правильно. Саша, ну, это уже один из последних вопросов, потому что время, к сожалению, к концу подошло. Ваше самое сильное и человеческое эстетическое впечатление за последний год? За последний год? Моё самое сильное эстетическое и человеческое впечатление – это смена моего образа жизни. Вот я больше года почти безвылазно живу в Одессе. Я смотрю на свои камины и потолки. Я окружу себя какими-то предметами, из-за чего мне захотелось писать на терморты. Это связано с вашим новым домом или с новой квартирой, которая там, с новой студией, и вам там приятнее быть, или ещё какие-то из причин? Я не думаю, что это какой-то социальный эскапизм. Я думаю, что всё-таки как-то я, может быть, погрузился в какую-то обстановку, в которой я давно тяготел. Я и чувствую себя художником конца 19-го, начало 20-го века. И я вот живу в обстановке конца 19-го, начало 20-го века. Ну, это, наверное, моё самое сильное впечатление. Вот год, проведённый там, куда я давно замыслил я побег. Угу. А вот это вообще удивительный парадокс. Так как мы все живут в состоянии абсолютной такой тревоги, потому что не только то, что происходит в Украине, не только война, а вообще очень многое меняется в мире. И это как-то, ну, я не знаю, иногда, когда вдруг ты понимаешь, что происходит. Что происходит в Израиле, что происходит в Ливии, что происходит в Сирии ещё где-то. А вот это бывает вот как бы диссонансно внутри вас или нет? Я думал, что надо учиться у израильтян, которые с первого дня основания государства живут либо в состоянии войны, либо в состоянии террористических атак, либо в состоянии угроз войны и террора. Каждый день. И при этом живут в полную силу. вопреки всем тем силам зла, которые находятся вокруг. Вопреки всем тем, кто хочет их уничтожить. Они живут, они любят, они смеются, они зарабатывают деньги, они создают экономику, они создают культуру, искусство. И не зацикливаются на этом милитаристском сознании, но при этом все служат в армии. Мужчины, женщины, все проходят сборы. Красивые женщины в сексуальных каких-то нарядах идут по улице, едят мороженое за спиной автомат. Поэтому они и выжили. Поэтому они и выжили. Вот и нам надо выжить и прекратить заниматься каким-то таким вот мазохистским расковыриванием ран и наслаждением тем, в какой там катастрофе мы находимся. Мы живем нормальной жизнью. Прекрасный финал. Прекрасный финал. Саша, есть вопрос какой-то? Может быть, завтра я бы вам задал вопрос или позавчера. Окей. Сегодня у меня вопрос. Завтра же будет обязательно. Я позвоню. Да. Хорошо. Спасибо большое. Ну что ж, друзья мои, сегодня с нами был художник и кандидат в мэр Одессы. А может быть, уже и мэр Одессы. Нет, кандидат в мэр Одессы, Киева, а кроме этого меня еще... Житомира, Полтавы. Нет, не Полтавы, Житомира, Харьков, Львов, Днепропетровск и Запорожье. Это откуда меня уже народ зовет. Поэтому прощаюсь сегодня с вами до завтра. Я говорю только одно. Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь к Александру Ройбурду. До завтра.